Итак, следующая тема, которую хочется сегодня. Тоснуться — это MVP. Minimum Bible Product. И вообще, на самом деле, большая система — это перевод из проектов в перевод в продукт. Что это значит? Значит, если мы занимаемся чем-то, то вы понимаете, что вашей темой можно заниматься бесконечно. Вот сколько у вас есть ресурсов. Если вам в тысячу раз больше денег, в тысячу раз больше людей. Вы найдете способ это все употребить, и всех китов не спасете, и дети будут под назад болеть, и собаки будут убегать. Эта тема бесконечна. Поэтому, знаешь, из бесконечной этой темы, которую я вам... Или вот, сейчас что-то попроще было, например, вам. Пойдем, как я что-нибудь порисую. Да, вот, слово. Вот что-то порисую, можно бесконечно что-то порисовать. Обязательно, бесконечно. А вот связать шарф — это продукт. Есть конечный продукт. Нарисовать вот такую картину — это конечный продукт. Сделать вот такой сайт, сделать вот такой — это конечный продукт. Причем там вот есть очень тонкая разница. Надо бы сделать сайт — это бесконечный процесс. А сделать вот такой сайт вот для таких целей — это конечный продукт. И ваша задача — переводить ваши проекты в продукты. Причем это может быть... Это может быть на уровне... Сделаем сначала маленький продукт, матрешечный. Потом сделаем вокруг него вторую версию. Потом сделаем третью, если побольше, то сильнее. Потом сделаем еще побольше и так далее. И в любой точке вам обрубили финансирование. Поменялась ситуация. Или у вас другой проект возник. Вы можете, ну, то есть матрешка любого размера, она уже матрешка, она уже красивая. Она законченная. Ваши задача, чтобы в любой точке вы сказали, так, если я вот здесь, я доведу вот до этих границ, и опять будет продукт. Он просто будет побольше, поинтереснее, поярче. Ну вот, а дальше, когда вот мы решим, тогда мы будем его дальше развивать. То есть это понимание, вот, если у нас вверх можно подниматься бесконечно, понимая, вот, на какую следующую вершину мы заходим. А потом с этой точки мы решаем, на какую следующую вершину мы заходим. А потом, в чем можно вперед, распланировать там пять вершин, дойти до первой, понять, что все это было херей, на самом деле, или в другой месте. Да, и мы опять, опять, одну подняться, опять все поменять. Ага, они оказываются вот здесь. Поэтому должен быть первый план, должен быть. Должно быть понимание вектора, да. Мы не метались, как ровно сказать, движение. Сначала это, потом это. Сначала мы ищем всех бродящих животных, потом ищем еды, чтобы надо хормить, потом туда их захоронили, потому что его не привезли. И, в общем, вот это вот, да. Вот, чтобы этого не было. Поэтому вектор должен быть, но мы сделали. И вот в этой точке мы смотрим, что было сделано. То есть, в этой точке, в следующей точке, что делается. Первое, смотрим, что сделано. Второе, плюс работа над ошибками. То есть, так, работа над ошибками. Третье, это приар. Очень важно. Всем, что вот, ура, мы вошли вот на этот холм. И четвертое, это перепланирование. И повторить, да. Ну и дальше, пятое, это опять восхождение. И, 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 и зацепилились. Дошли до следующей точки. Зафиксировали, смотрели, что было сделано. Сделали работу над ошибками. Разпиарили всем. Поставили следующую цель. Пошли, пошли на следующую. И мы возвращаемся к идее. Минимум вайд, в продакт. Самое, самое, самое сложное. Это, это с нуля. Вот, первый раз, это вот самое сложное. Потому что, куда бы ни вошел, все надо делать. Ну, то есть, вот, куда ни влюбим, везде все надо делать. Ничего нет. Ну, естественно, и все я. Вот, вот, и это самое сложное. Потому что в этой точке, проще всего, ходить со знаменем и махать, как все плохо. Что-то, надо поплечь, как можно двоих людей, да. Ну, а это, делать-то, что хорошо, вовлечь. А делать-то, что, вот, знаешь, вовлечь мало. Задача вовлечения, это мало. Первая задача. Знаешь, что это сделать? Потому что, на самом деле, вовлечение и делание, если так, по большому счету, мы можем в следующем году поговорить, если опять же будет актуально, это как вдох и выгод. То есть, мы сначала делаем, потом вовлекаем больше людей, потом с ними делаем. Фиксируем, приятами. Это вовлекает еще больше людей, мы с ними выделаем больше. Понимаете, да? И вот так мы нашу матрочку растим. Потому что, если просто вовлекать, ничего не делаем, ну, тогда... Ну, то есть, это тоже нормально, но тогда вы должны понять, что вы... Вот я никогда не понимал профессию журналистов, потому что, если ты даже написал идеальный текст, который вот всех, кто вам за душу, завтра выходит новый терморгассет. То есть, у тебя скорость, ты пишешь текст, который живет максимум полдня, ну, день. Ну, иногда его завтра вспомни, но через месяц его точно нет. И смысл. Ну, то есть, вот, работать на... Это как в часах убрать часовой стрелку, календарь и минутную, да? И за секунду не смотреть, да? Ну, то есть, это очень прикольно, он постоянно... Вот так. Да, это вот наша большая идея. Это вторая часть. Третья, мы должны понять вектор, хотя бы примерный, как вот эту идею... Понимаешь, что есть 18 тысяч способов, как его достичь? Ну, хотя бы вот примерный вектор понять, в каком направлении мы идем. А дальше, вот самый главный вопрос. Это какой минимальный шаг нужен, чтобы уже что-то сделать, чтобы сделать как-то подлогу, чтобы что-то законченное появилось? Какой минимальный шаг? Вот здесь новичкам очень тяжело, потому что, если они хотят построить, если у них там болит, то, что дети не занимаются футболом, то надо строить олимпийский стадион, как минимум. Да, а денег-то нет, поэтому надо найти спонсоров, которые поймут, что детей футболом надо занимать, или рэдли, и построят олимпийский стадион, первый в России, да, что вот, потому что они говорят, нет, он же нужен мне. Вот, и где же их найти? Они где? В бизнесе, кстати, абсолютно то же самое. Когда вот Стар 2 приходит, я хочу премиальный фитнес-центр построить. Ну, замечательно. Ну, нужен там, 6 миллионов долларов. Так, супер. Ну, первый шаг, качалку сделай, ну, это кроссфит какой-нибудь, да, 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 да. Ну, что-то, какой первый шаг? Ну, надо это спонсоров? Нет. Здесь займем банк на 6 миллионов, который даст. Ну, вот и проблема, поэтому я вот хочу. И если человек, ну, это ладно, крутить ему голову до тех пор, пока он не счетнет, счет пришел минимальный продукт какой? Какой минимальный продукт, до которого я могу дать, почему? Там еще что? У меня минимальный продукт один, у вас он другой. Даже если мы берем одно и то же направление, один и то же век, одна и то же идея, то что я могу сделать, у меня один тип присурсов, у вас другой тип присурсов, у вас третий, там, четвертый и так далее. То есть, MVP это не просто абстракция, для всех минимальный, да, а это лично для вас. Вот лично вы можете, если вы понимаете, было бы здорово 6 тракторов запустить, но у вас нет ни одного. Поэтому, ну, вычеркиваем, пишем следующий, MVP, да, то есть задача, написать свой минимальный продукт, законченный, что лично вы можете сделать с теми ресурсами, которые у вас есть сегодня. а не то, что вот, если бы у меня был миллиард долларов, что бы я сделал? Это прикольно, но это не решает, ну, то есть, не решает этот вопрос. Так вот, из теории в практику, 5 минут, по вашей теме, думайте свой следующий шаг через MVP, что вы можете, давайте так, 3, нет, хотя бы 1 давайте дальше, 1 MVP, 1 проект, который может довести, вот до измеряемого финала, о котором можете потом рассказать, да, что вот, было бы круто, если бы всю Москву убрать, правильно? Но убрать, не знаю, у подъезда, это вам по силам. Ну, то есть, это вот, это MVP, например, или помыть свой этаж, или подъезд. Это MVP. Ну, я сейчас, опять, на пальцах футерирую. То есть, задача, из вашей большой идеи, как сделать что-то малое, что вы можете сделать за ограниченный период времени. Вот дальше, следующий в MVP, в идеале за день, максимум за месяц. Вот, промежуток от дня до месяца. Что вы в своей теме можете сделать максимум за месяц? В идеале за день. Почему за день? День вы найдете, месяц не уберем. Поехали. А если у вас это MVP через 4 года, ты уже подсказал, я уже знаю, часы купить. Оторвать все. И следить за секундной следой. Нет, просто вы не знаете о чем, я знаю, как это можно сделать, или как это можно сомнировать. Я уже сделаю, да? Ну, пишите, пишите. Пишите свой MVP. И под него сразу ТЗ. Что в него входит, где это взять, кто это будет делать, когда это будет делать. Прописывай свой проект. Да. А нет, он у меня тут... Нет, нет, нет. Нет, нет. Я, Свет, я как-то и удачно, я уже все, я трогал, может быть, и не веряется. А, не подвинуто. Тут же пишут, кто это все будет делать. В идеальном варианте все во всем должны быть не вы. Готовы? Так, теперь. Идем теперь с другой стороны заходим по всему этому делу. Теперь, чтобы протестировать ваши новые навыки работы в команде, задача сделать MVP 2. То есть, задача вашей MVP, чтобы получить какой-то результат, правильно? Чтобы проект был продуктовый, чтобы можно было показать, пользоваться, какой-то результат. Задача следующего варианта MVP, чтобы получить опыт работы в команде. результат очень опциональный. Придумаем какой-то другой проект, маленький, менее интересный, или, не знаю, менее важный, вот так скажем. Для того, чтобы он был сделан чужими руками. А вы там только управляли. И вот подумайте, что это может быть, если весь проект от начала до конца не вы, вы глава профессора думали, вы можете снимать трубку и орать там все, или с ними душевно, задушевно разговаривали, чтобы они сами орали, а это вы их сделали. Вот, любым способом. Управление ваше сделано чужими руками. Подумайте, что это может быть. Какой вы проект сделаете, тогда результат может быть, он действительно работает на результат. То есть, это менее важный, менее нужный, может быть, в сторону результата. Вам опыт надо получить проект чужими руками. Это можно сделать на микро-проекте, на маленьком проекте. Это партнерство или нет? Нет, вы наймете этих людей, волонтерами, или за них очень маленькие деньги, чтобы они для вас это сделали. Ну, то есть, условно, если вы нанимаете за деньги, бюджет, верхнюю планку бюджета, это там, 5-10 тысяч рублей, не больше. То есть, это микро-проект. Но за эти деньги можно очень много чего сделать. На бирже, например, etxt.ru написание статьи будет стоить вам от 50 до 150 рублей. Текстер. Чтобы вы понимали, что за 1000 рублей можно столько всего на ворокзиле. На ворокзиле люди бьются за задачи в 200-500 рублей. То есть, реально куча бюджетов. Люди готовы работать за эти деньги. Сверстать сайт, сделать дизайн. Вот все то, что можно было нагляться за этот прицел сбоку. 200-500 рублей. Правда бог. Можно взять 5000 рублей на поиграть и сделать что-то полностью чужими руками. Что это может быть? Подумали? Давайте. Это могут быть волонтеры. Вы можете себя в соцсетях написать «Мне нужен вот такой человек, вот такой, вот такой». Если вы можете нам не помочь, приходите и вот есть такие-то задания. Уверен, что половину команды можно набрать бесплатно. Не все, но половину можно. ЕТХТ, да? ЕТХТ, да. Бежит как раз. Е, и ТХТ. Хорошо. А еще что-то на вопрос вас про это поставить. А это может быть уникальные тексты? Уникальные. Уникальные. Самое важное. Да. Мало этого, там еще есть биржа статей уже готовых. Ты можешь зайти, найти уникальную статью, которая тебе нужна и рублей за 40-60 купить себе уникальную статью про магию, эзотерику и всякое. А сейчас плохо что-то. Нет, что-то ухрить. Уже стало прекраснейше. Да, да. Готовы? Ну, это, наверное, было самое сложное задание сегодня. Потому что первый раз, особенно если вы делаете что-то чужими руками, это далеко не просто. Это еще даже сильно сложнее, чем вам кажется. Но сильно проще, чем вы боитесь. То есть, это все равно. Управление это набор навыков. Делание чужими руками это набор навыков. Это не знание. У вас знание, информация о том, как это делали. Теперь нужно, чтобы они это пришло в навыки. Только через ваше делание. Поэтому следующий микропроект чужими руками потом через 3 месяца расскажете, что у вас получится.